В склонах Урала Позже нашел эту шкуру один из прислужников царя Кармсакала и отнесли ему. Позже царь же подарил ее одному из своих ближайших прислужников, сказав ему, что шкура-то волшебная. Возьмите эту шкуру и подите к ее хозяину, велел он. Попросите у него земли величиной с эту шкуру. Затем надо как следует обработать эту шкуру и изготовить из нее лесу, тоньше конского волоса, и тем самым надуть башкир. Тем обманным способом удалось в прежние времена захватить неоглядные земли башкир. Дальше больше. Кармсакал стал грабить и разорять башкирские кибетки и юрты, сжигать до тла аулы, угонять скот. Не стало терпения все это сносить. Пришли старики к Сават-Батыру и сказали. Не дадим врагу грабить нашу землю. Ты наш единственный опор, Савават. И с теми словами дали ему волшебный меч. Савават вскочил на коня и воскликнул. Судьба Батыра в руках страны, где народ-то вы, моя судьба? Услышав слова Сававата, все мужчины взяли в руки оружие и присоединились к нему. А в деревне все зажили, как прежде. Чтобы отстоять свободу в совместной борьбе, Савават приумкнул к войску Пугачева. Вскоре он стал его правой рукой. А Кармсакал в это время обдумывал хитрый план поимки Сававата и Юлая. Кармсакал пробрался к дому Сававата, схватил и связал его жену. И стал дожидаться его с охоты. Ничего не подозревая, Савават вернулся в свою деревню. А тут его схватили, скрутили руки и оттащили его в сарай. Только после этого Кармсакал почувствовал себя спокойно и улегся спать. Солдат он отпустил. Стоило царю только уснуть, как дочь Сававата и Юлая взяла меч и освободила их из плена. Савават схватил меч и воткнул царю в самое сердце. Туда тебе и дорога, сказал Савават. Вот таким был Савават Юлаев. Савават Юлаев